В гости к сказке смогут зайти омичи. 23 апреля финальный этап фестиваля авторской сказки в эти выходные пройдет во Дворце культуры Рубин. Юным сказочникам покажут театрализованное представление и предложат игры. Что еще ожидает будущих писателей, выяснил Николай Евенко. В свои семьи Артем не только первоклассник, но и настоящий сказочник. Сейчас он репетирует только перед родителями. Но уже в воскресенье послушать историю про мальчика Линкольна придет целый зал. Автор не раскрывает детали сюжета. Известно лишь, что главный герой по имени Линкольн получает школьное задание – отыскать невидимое. Он думал, что ему всегда мешают сестры. Но на самом деле они ему помогали. И вот он потом нашел невидимую заботу о нем. Артем придумал сказку за полчаса и самостоятельно. Судьи не пустили в финал откровенные подделки. Главный критерий хорошего произведения – характерный сказочный стиль. Когда вас спросишь, а с чего начинается сказка? Наверное, любой скажет. Жили-были. И вот такие нюансы, которые делают сочинение сказкой, их, конечно, мы оцениваем. Фестиваль авторской сказки проводится пятый год подряд. Создатель конкурса «Учитель истории» Дмитрий Васюхичев считает, в современном мире важно знать не только старую культуру, но и вмещать в произведение собственную реальность и быт. Это даст жанру сказки новый виток развития. Появились новые жанры – это фэнтези, фантастика, литература и так далее. То есть ребенок, усваивая новый материал, он по неволе немножко путается. А что здесь является частью его культуры, а что является заимствованиями? Результатом каждого конкурса становятся вот такие сборники. В этом году сказки победителей озвучат актеры омских театров. Появилась номинация «Видеосказка». Участников было так много, что фестиваль решили провести во дворце культуры Рубин. Мы решили это более празднично сделать, порадовать город. Поэтому делаем все в ДК Рубин с интерактивом играми перед началом, с праздничной программой, с театрализованным представлением. У нас будут и актеры-галерки, у нас будут и танцевальные коллективы из Дворца творчества городского. То есть все с удовольствием с нами работают. Финал фестиваля во дворце культуры Рубин стартует 23 апреля в 11 часов утра. Вход свободный. Николай Евенко, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Продолжение следует...